Сегодня я хочу начать с по-настоящему исторического события, на мой взгляд, по крайней мере, которое случилось сегодня ночью, а именно вооруженные силы Украины объявили о нанесении ракетных ударов дальнобойным оружием по военным аэродромам в Луганске и Бердянске, то есть на временно оккупированной территории Украины. И на этих аэродромах в последнее время базировались уже, наверное, российские боевые вертолеты, которые используются постоянно для нанесения ударов по украинским военнослужащим. Российский телеграм-канал, специализирующийся на разного рода военно-воздушной тематике, называется Fighter Bomber, написал сегодня по этому поводу следующее. Утро недоброе. Хохлы ночью нанесли удар ракетами-атаком по нашему аэродрому, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время СВО, если не самый серьезный. Есть потери в людях и в технике. Про то, что надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось, писать уже бессмысленно. Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть к этому готовыми. Вот такое безрадостное сообщение написал этот человек у себя в телеграм-канале. И другие россияне, многие российские телеграм-каналы пишут о том, что случилось. В основном говорят о том, что было уничтожено множество вертолетов К-52, которые, в частности, использовались сейчас для наступления на Авдеевку. Они пытались осуществлять военно-прикрытие российским наступающим частям. Плюс эти же самые вертолеты использовались для нанесения удара по наступающим украинским частям на юге, там в районе Работина, где украинские солдаты и офицеры пытаются прорваться к Азовскому морю вот с июня текущего года. Другие российские телеграм-каналы пишут, что день черный для российской авиации, может быть, самый черный за всю войну. Я, в общем, в это могу поверить. Почему? Потому что, смотрите, во-первых, надо сказать, что они же пишут, что использовалась ракета Атакмс, то есть тяжелая дальнобойная баллистическая ракета американского производства, которая запускается с той же машины, что и Хаймарс. Но Атакмс летит не на 80 километров, как Хаймарс обычно ракета, а на 300 с лишним километров. Поэтому она может поразить любую цель на территории Украины, оккупированной и неоккупированной. Кстати, она может поразить и многие цели на территории России, но пока, я так понимаю, с американцами есть договоренность не применять эти ракеты по российской территории. С кассетной боевой частью это означает, что, ну, это огромная ракета, действительно, как несколько бочек, поставленных друг на друга. Там внутри этой ракеты, внутри боевой части сотни, а может быть даже тысячи вот этих маленьких бомбочек, они там с апельсином размером обычно делаются, которые на определенной высоте ракеты разлетаются, то есть сбрасывают оболочку, эти бомбочки разлетаются в разные стороны, и падают, и накрывают с собой, ну, несколько, наверное, десятков гектар территории, уничтожая там все, что шевелится. Ну, и надо единственное, что сказать, конечно, бронированную технику такими бомбочками не пробить, но самолеты-вертолеты, как вы понимаете, они же все алюминиевые или из каких-то специальных сплавов, то есть они, как правило, достаточно малобронированные цели, то есть сжечь самолет сильно легче, чем сжечь танк. Поэтому такой бомбочки самолетов вполне хватает. Ну, а про человека я уж не говорю, конечно, человека такая бомба на куски разнесет. То есть, этот, значит, атакамс, видимо, был прям, хотя Украина, кстати, не подтверждает, что это было так, он говорит, да, дальнобойная ракета, какая дальнобойная ракета, типа, ну, вы мне обязаны сообщать, но я думаю, что все-таки, наверное, имеется в виду атакамс. Это, по крайней мере, не противоречит тому, последствиям этого удара, тому, что мы видим. Так вот, я уже говорил, что эти атакамсы, конечно, будут применяться именно против аэродромов. Кстати, об этом не только я говорил, об этом многие люди говорили. И сейчас российские вот эти военкоры все там ррут волосы на голове и на заднице себе досады, рассказывая о том, что как же так, все же знали, что будут применяться эти атакамсы против аэродромов. Почему там не было заранее принято никаких мер? Ну, я могу ответить им, если им интересно, потому что раздолбали, потому что всем на все плевать в российской армии, пока, как говорится, жареный петух не клюнет, российский офицер не перекрестится. Вот сейчас будут, наверное, креститься, может быть, что-то будут делать, но я думаю, что вряд ли это поможет, потому что даже какие-то такие меры защиты авиации от дальнобойных ударов все равно делаются для галочки. Никак иначе в российской армии это не происходит. Ну и смотрите, по российским же данным сгорели на этих аэродромах не только самолеты, вертолеты, но и значительное количество боеприпасов. Шли там взрывы, местные жители сообщали, что, по крайней мере, на Бердянском аэродроме всю ночь что-то взрывалось. То есть, видимо, попало и в склад боеприпасов. Там эти ракеты, бомбы все взрывались. По данным, опять же, российских телеграм-каналов, есть убитые раненые летчики, техники и наземный персонал. Поэтому, собственно, и говорят, что худший день. Там разнесло кучу вертолетов, людей, склад боеприпасов. В общем, достаточно серьезно. До этого худший день был, если вы помните, сначала удар по аэродрому Саки в Крыму. Там разнесли целую эскадрилью российской авиации, которая стояла там просто на аэродроме. В прошлом году это летом было. А потом худшим днем стало 13 мая уже нынешнего года, когда в Брянской области буквально за несколько часов украинский комплекс ПВО, насколько я понимаю, это был Патриот, смог сбить два самолета и два суперредких ценных вертолета, которые ставили радиопомехи. То есть, вот это было самое худшее дело. А сейчас, видимо, еще более плохой день. Поэтому, конечно, тех людей, кто руководил и осуществлял эту операцию с украинской стороны, надо, разумеется, поздравить. Но сейчас точно мы не знаем, сколько чего там было сгорело, уничтожено и так далее, взорвалось. По технике примерно мы будем понимать масштаб того, что произошло после того, как будут опубликованы очередные снимки из космоса. Ну, я предполагаю, что там десяток, может быть, полтора десятка всяких единиц, всякой разной техники было сожжено. Но, в любом случае, это очень серьезный удар по обоим этим аэродромам и деятельность их будет парализована на ближайшее время. Соответственно, вертолетная поддержка с воздуха российских войск, как наступающих, так и отступающих, на какое-то время будет приостановлена. Супер удар, очень успешный удар, побольше бы таких и пораньше бы, потому что, видим, знаете, американцы очень сильно переживали, что, а вот что случится, если мы передадим свои ракеты атакамцам, украинцам, то, может быть, Россия там что-то такое учудит. Видим, вот, передали ракеты, Украина суперэффективно эти ракеты применила, американцы могут просто брать результаты этого применения, этих ракет, в рекламные буклеты и как покупайте наши ракеты, что называется. То есть, все случилось наилучшим образом, как для украинцев, так и для американцев. Я вообще не понимаю, чего там Байден боялся с этими самыми атакамцами. Что Россия сделает? Ничего не сделает и ничего не сделает в ответ на применение этих тяжелых баллистических дальнобойных ракет. То есть, если бы на самом деле эти ракеты применялись, скажем, в мае или там в апреле текущего года, то я уверен, что украинское наступление на юге шло бы гораздо-гораздо быстрее, бодрее. Почему? Потому что Россия была бы лишена там вертолетной поддержки, а практически все наступающие солдаты-офицеры говорят, что да, из-за присутствия российских вертолетов очень тяжело использовать бронетехнику, поскольку вертолет может подбить танк с расстоянием типа 10-15 километров, когда танк этого вертолета даже не видит. То есть, конечно, хотелось бы эти вертолеты пораньше, так сказать, перещелкать, но хотя бы так, хотя бы сейчас. Я всегда говорю, конечно, да, хочется раньше, хочется быстрее, но хорошо, что хоть так, потому что было бы совсем плохо, если бы вообще никак. Ну и какие следствия из того, что случилось? Сейчас Российская Федерация будет вынуждена отодвигать свои аэродромы подальше от линии фронта, ну, на 300 километров, на те самые 300 километров, на которые летит ракета «Ататамс». Это сделает использование вертолетов очень сложным, почти невозможным. Почему? Потому что вертолеты жрут очень много топлива, жрут, если кто не знает, гораздо больше топлива, чем самолеты, и поэтому использовать их на далеких расстояниях невозможно. То есть, если вертолет, он уже 300 километров летит к линии фронта, а потом еще 300 километров обратно, то использование такого вертолета будет нецелесообразным. Ну, там максимум 100 он может пролететь, я думаю, для более-менее эффективного, может 150, не знаю. Но 300 туда и 300 обратно, это, конечно, too much для вертолета. Это будет, ну, по сути дела, смысла никого не будет в этих вертолетах. Конечно, может, что-нибудь придумают, там, как-то в воздухе дозаправлять, я не знаю, что-то еще, но, в принципе, это уже будет достаточно такая глупая затея. Даже с самолетами будет труднее, потому что самолеты, которые осуществляют непосредственно прикрытие войск на линии фронта, кстати, штурмовики, они тоже довольно много жрут топлива и тоже их, ну, обычно размещают недалеко от линии фронта. Если такой аэродром с такими самолетами куда-то зафигачить за 300 километров, то эффективность использования этих самолетов будет гораздо ниже, чем сейчас. То есть, вот так вот. Неизбежно это повлияет на эффективность российской армии на линии фронта. Без авиаподдержки ей будет гораздо сложнее. Сложнее, а сейчас, вот видим, Украина сделала, и, я думаю, надеюсь, будет делать еще все возможное для того, чтобы этой авиаподдержки россиян лишили. Ну, и россияне, конечно, сами хотели бы бить аналогичным образом по украинским аэродромам. И, кстати, иногда долетают российские дроны «Ланцет» до украинских аэродромов и сжигают там украинские самолеты. Было уже несколько видеороликов на эту тему. Но это случай единичный, то есть не десяток самолетов, там один какой-то самолет умеет, получается, у них подбить. И еще, кстати, не факт, что самолет, а не макет самолета. Но обычно это большая удача для россиян. Почему? Потому что в обычное время они просто не знают, где находятся украинские самолеты и вертолеты. Дело в том, что украинцы знают о местоположении, местонахождении российских самолетов и вертолетов благодаря постоянному информации со спутников, американских натовских спутников. У россиян там какой-то один коллега спутник летает, раз в неделю какие-то данные выдает. И вот если повезет, тогда да, они там что-нибудь достигнут. Но, в принципе, такого потока спутниковых данных, какой есть у американцев, у российской армии нет. Поэтому они, собственно, и не могут настолько эффективно носить удары своими ракетами по украинским аэродромам. Еще один очень важный момент, который я хотел бы особо отметить. Вот два удара были нанесены ракетами дальнобойными. Один удар по Луганску, один по Бердянску, аэродромом, соответственно, там и там. И, знаете, важно то, что ни одна из этих ракет не была сбита. На самом деле эти ракеты, они сверхзвуковые, насколько мне известно, они баллистические. Но они довольно большие, то есть они сильно просто по размеру крупнее, чем те же ракеты JMLRS, которыми стреляют Хаймерсы. Обычно я имею в виду Хаймерсы. То есть, на самом деле, на машину Хаймерс обычно влезает либо одна такая толстенькая ракета Атакамс, либо аж шесть ракет JMLRS. То есть, ну, как бы она в шесть раз, считай, больше. Она чуть меньше, чем шесть. Но смысл, вы поняли, масштаб понятен, я думаю. Так вот, и как бы считалось, что вот такую ракету Атакамс, когда она приближается к своей цели, подбить в воздухе гораздо проще, чем JMLRS. Но мы выясняем, что видим уже сейчас, что нет, нифига не проще. Ни одну из этих двух запущенных ракет россияне сбить не смогли. Это означает, что аэродромы, чтобы вы понимали, это очень сильно защищенные, в смысле ПВО, места. То есть, объекты. Вокруг аэродромов ПВО всегда очень-очень серьезно. Тот факт, что обе ракеты прилетели, ударили по своим целям, означает, что российское ПВО просто не справляется с американскими ракетами, баллистическими Атакамс. Это очень хорошо, это дает надежду, шанс на дальнейшее суперуспешное применение этих самых ракет. Не только по аэродромам, но и по другим объектам. Ну, давайте про аэродромы сначала скажу, какие могут быть варианты в недалеком будущем. Во-первых, в Крыму там много аэродромов. Например, в Джон Коя стоят вертолеты российские, в Гвардейском стоят штурмовики и фронтовые бомбардировщики, а в Бельбеке истребители. То есть, вот по этим, ну и САКИ тоже там истребит морская авиация. То есть, вот по этим четырем аэродромам вполне могут быть нанесены следующие удары, и Россия ничего не сможет делать, ничего не сможет противопоставить этим ударам. Тем более, что в России, как и в Крыму особенно, точнее, скажем, у российской армии, совсем серфигово с ПВО. Там уже украинские солдаты разнесли несколько дивизионов стратегической ПВО С-400, поэтому ракеты типа Атакамс, я думаю, туда и в Бельбек, и в Гвардейское, и в Джон Коя прилетят гораздо проще, чем раньше. Ждем также ударов Атакамсами по стоянкам российских кораблей в Крыму. Конечно же, если такие остались, потому что совсем недавно было объявлено уже почти официально, о том, что большинство российских военных кораблей уехали из Севастополя в Новороссийск. По радарам стратегическим, по местам ПВО, по большим складам, по нефтехранилищам и так далее. Целей реально довольно много. В том же Луганске, например, действуют огромные логистические военные центры Российской Федерации, которые они отодвинули подальше от Хаймарсов в Луганск, потому что считалось, что до Луганска Хаймарса не добивают, поэтому, типа, решили сделать там. Ну, во-первых, туда уже прилетали Storm Shadow в этот логистический центр, а во-вторых, сейчас, я думаю, там стоит ждать и Атакамсов. То есть, украинская армия с получением этих ракет открывается просто шикарные, феноменальные перспективы. Тут еще раз давайте я говорю, я не знаю на 100%, что это были Атакамс. Это очень похоже на Атакамс, но я не могу гарантировать, что это были они. Почему? Потому что вот украинская сторона до сих пор не подтвердила даже получение этих ракет. Хотя и западные источники, и украинские источники говорили раньше, что да, скоро эти ракеты будут. Но приехали они или еще нет, мы не знаем, но я предполагаю, что да, приехали. По крайней мере, результаты сегодняшней ночи свидетельствуют о том, что, скорее всего, приехали. Авдеевка. Про Авдеевку несколько слов надо сказать. Вот сегодня я уже видел, американский институт изучения войны сказал, что натиск российской армии в районе Авдеевки ослабевает. Я последние несколько дней там в своем канале довольно много рассказывал про Авдеевку, поэтому сейчас давайте, так сказать, пунктируем, пробежимся по последним событиям там. Они, совсем не могу про них, их, так сказать, обойти стороной. Почему? Потому что супер важная история, конечно же. Огромная битва случилась в Авдеевке за последнюю неделю. И шла эта битва, по сути дела, даже, ну, может, чуть меньше. С 10-го, да, с 10-го, по сути дела, октября она шла. К этой операции российская армия готовилась очень долго, очень тщательно. Она была вынуждена собрать значительные силы для проведения этой операции. Для чего это делалось? В первую очередь она планировалась, эта операция, под выдвижение Владимира Путина в президент. Вот считалось, что где-то сейчас, в середине октября, Владимир Путин формально объявит о том, что он решил идти на, там, 25-й срок уже в царе. И чтобы это происходило на мажорной ноте, нужна была какая-то крупная, как в России говорят, знаковая победа. И вот, собственно, такой победой должна была стать Авдеевка. Туда нагнали огромное количество войск, причем войска часто не опытные, а свеже сформированные. То есть новые абсолютно какие-то подразделения, соединения, которые должны были участвовать в штурме этой самой Авдеевки. Войск было много, танков много, артиллерии, ПВО всего-всего много. Замысел был достаточно нормальный с военной точки зрения. То есть идти не напрямую вперед штурмом на Авдеевку, а охватить ее с двух сторон, с севера и с юга, взяв в окружение, и дальше уже пытаться штурмовать окруженный, осажденный гарнизон этой самой Авдеевки. То есть замысел, в принципе, с военной точки зрения логичный, разумный. Техники, я сказал, много туда отправили самых лучших командиров. И российские телеграм-каналы, всякие военные обозреватели Z-2-инкоры были, ну, очень оптимистично настроены. Они говорили, что да-да-да, сейчас все получится, потому что, ну, вот самые лучшие люди, много оружия, все суперкруто, зашибись. То есть поехали, поехали, и все, как говорится, похерилось, извините за мой французский, потому что исполнение замысла, хорошего замысла, было абсолютно никудышно. Ну, ничего не смогли сделать, ничего не смогли добиться. В первый день продвинулись на несколько сотен метров, и то не на обоих, то есть не на северном и южном направлении, а только на северном направлении, которое менее важное, они сами это признают, продвинулись на несколько сотен метров, даже сумели забраться на половину Авдеевского террикона, который находится рядом с Коксо-Кемическим комбинатом. Он там на 200 метров возвышается над окрестностями, сумели на склон забраться, но их там на склоне всех пощелкали, россиян там они полегли. То есть план осуществить не удалось. Получилась такая Курская дуга наоборот. Только в данном случае в роли советской армии были подразделения ВСУ, а в роли наступающих подразделения Вермахта были российские части. Они все силы согнали возможное на наступление, пытались взять в клещи, окружить украинский этот Авдеевский выступ, но не вышло у них. Самые боеспособные части вооруженных сил Украины ждали эту атаку. Хотя россияне говорят, что атака была неожиданной. Насколько я понимаю, нифига она неожиданной не была, потому что всех этих солдат для этой атаки свозили в Донецк, и из Донецка, естественно, весь Донецк видел, что происходит, что что-то готовится. Были украинцы готовы, засыпали наступающие российские войска снарядами, дронами, остановили атаки, как на севере, так и на юге от Авдеевки, сожгли технику российскую и поубивали пехоту. Россияне бежали, как они сами сообщают, российские источники, я их очень много читаю, бросали раненых на поле боя, никто их не спасал, почему просто, ну, паника у них там была. В одной из российских частей, сформированных, к сожалению, из украинцев, то есть из жителей Горловки, из тысячи человек, отправленных на фронт, вернулись домой, ну, не домой, даже в расположении своей части, всего лишь 28 человек. Из-за этого, как сообщается, Горловка вся стоит на ушах, потому что в течение буквально нескольких дней вот погибли 972 жители этого города. Только зафиксировано на видео и фото было сожженных 135 единиц российской бронетехники. То есть, это потеря просто гигантские, колоссальные. Сами российские телеграм-каналы сейчас говорят, что все завалено трупами, ранеными, все морги, все больницы, просто там по крышу, врачи не справляются. И сейчас в российских телеграм-каналах очень много призывов к российским врачам, работающим, собственно, в России, срочно все бросать и приезжать в Донецк, приезжать на Донбасс для того, чтобы лечить раненых, поскольку рук хирургов не хватает катастрофически. Очень большое, тысячи, тысячи, тысячи раненых, причем с очень тяжелыми травмами. Ну что, результатом этой операции стал, ну просто кошмарный провал. Худшее, наверное, поражение, самое тяжелое поражение российской армии за весь 2023 год. Это как угледар, помните, был в начале года, только в квадрате, может быть, в кубе даже. Просто разгром, развал, катастрофа и полное бедствие. Боевой дух российских войск ниже Плинтуса, там сейчас оперирующий массовое дезертирство уже наблюдается, а в руководстве Министерства обороны России назревают серьезные перестановки. Будут увольнения, будут наказания. И дело тут даже не в том, что какие-то потери особенно высокие, в общем, на потери российским генералам традиционно наплевать, а дело в том, что Путину испортили праздник. Он хотел кайфануть, получить триумфальную победу. И победу он хотел получить не только к своему выдвижению в президенты, но и к поездке в Китай, которая вот сейчас у него начал лазить. Для Путина очень важно было показать китайцам, что он еще ого-го, что он еще способен показать какие-то результаты не только на бумаге, но и на поле боя, какие-то реальные результаты. Почему? Потому что китайцы, они, как и любой другой человек, не хотят ставить на хромую лошадь, которая уже не бежит, она просто ковыляет и уже, как бы, думаешь, может пристрелить ее, чтобы не мучилась. Вот китайцы оказались вот в таком положении. И Путин хотел показать перед своим визитом в Китай, что он еще как резвый, что он скачет, что он грацует, что он еще может дать жару. Но китайцы же не слепые, они же видят, что приходят. Они очень скептически настроены к варианту оказания какой-то серьезной помощи Российской Федерации. Не хотят они поддерживать Путина, если он не может обеспечить быструю победу. Все же видят, что разваливается российская экономика, разваливается российская армия, что ни одной победы одержать не может, и все это уже просто обнявать и плакать. Путин, конечно, намеровался показать, что все не так, что есть надежда. И хотел показать, что он едет, так сказать, с победой, вот только что одержанная. А приехал, и что, с чем он приехал? На фронте провал, поражение, уничтожены аэродромы еще сегодня. То есть Украина так хорошо подгадала, чтобы к визиту в Китай Путину разгромить его авиацию. Разгромы в Авдеевке. Ну, китайцы, понимаете, Путин, наверняка, конечно, он всех считает дебилами, он считает только себя одним умным человеком. Говорит, что вот после смерти Махатмы Ганги поговорить ему не с кем. Но китайцы нет ни дебила. Они видят, что Путин, ну, как бы, извините, прогадил все, что мог. И под такие успехи, как у него, особенно на поле боя, ни денег они ему, ни оружия, ни технологий не дадут. То есть будет какой-то ручеек, будет течь из Китая, чтобы он совсем на них не обиделся. Но массовых поставок, я уверен, не будет. А, собственно, за массовыми поставками он в Китай поехал. Поэтому визит Путина в Китайскую Народную Республику, куда он, так сказать, приполз к китайскому сапогу, облизнуть его, попросить денег и оружие, едва ли этот визит приведет к нужному для Владимира Путина результату. Тем более, что китайская экономика, на самом-то деле, сейчас продолжает свою постепенную утерю плавучести, я бы это так назвал. Идет она ко дну, медленно, но идет ко дну. Поэтому я в ближайшее время думаю сделать передачу на эту тему, большую прям, потому что там много чего расскажут. Но я вам совсем коротко скажу так, накопление китайской экономики долгов, плохих долгов, которые невозможно отдать, идет ударными темпами, как, знаете, в первой пятилетке. И вот этот груз этих плохих долгов уже утащил на дно мотор китайской экономики, а именно сектор недвижимости, все, что связано с недвижимостью. Стройки остановились, квартиры никто не покупает, не продает. Не работают заводы, производящие бетон, асфальт, арматуру, не работают заводы, производящие бытовую технику. Знаете, даже проблема началась с производством всяких причиндалов для домашних животных, потому что люди меньше въезжают в новые квартиры, им нужно меньше там кормушек для собак, котов и так далее. То есть по всему спектру китайской экономики игрушек меньше нужно, начались серьезнейшие проблемы. Юань лихорадит, мотор экономики, вот эта недвижимость, которая 25 с лишним процентов занимала всей китайской экономики, остановился, этот мотор не работает больше. Начало трясти сейчас банковскую систему, там начались какие-то очень странные процессы, ну по сути дела банкротства с некоторых финансовых организаций. Китаю никто не дает в долг сейчас в мире, потому что все уже считают, что китайская экономика скоро бабахнется, ну как скоро, в течение нескольких лет, наверное. Спасательным кругом в этой ситуации для Китая могли бы выступить только американцы, но они не дают деньги тем, кто поддерживает Владимира Путина и Российскую Федерацию, поэтому Путин, скорее всего, зря старается. Вот если бы он мог показать, что он может победить в этой войне очень быстро, ну тогда да, может ему что-нибудь и дали бы китайцы, даже махнув рукой на американцев, но сейчас нет.